Коллеги, всем добрый день. Мы начинаем. Всех приветствуем, благодарим за подключение на вебинар с успешными выпускниками в ГИМО. Как вы уже знаете из анонса, данная встреча приурочена знаменательному событию для университета, запуску акселератора ГИМО Ventures. На данной встрече мы бы хотели с вами тезисно обсудить детали этого акселератора, также обсудить вообще в целом, какую роль играет акселератор в банках университета для развития инновационной экосистемы в целом, а также поговорить с выпускниками ГИМО на тему того, какую роль все-таки сыграл университет в их развитии. На данном звонке присутствует Евгений Погребняк, декан факультета финансовой экономики и ГИМО, кандидат экономических наук, Артур Бицаргис, партнер и руководитель акселерационных программ Стартех.Виси, Александр Беринов, основатель платформы СВО Мечедайзика Айрин и Майкл Вок, руководитель платформы безналичных чаевых, основанных в Объединенных Арабских Эмиратах. Итак, я предлагаю начать. Евгений, я бы хотела передать вам слово. Первый вопрос, который нас больше всего волнует. Расскажите немного предысторию, как пришла идея основать акселератор, что этому поспособствовало. Для нас акселератор – это один из способов развития венчурной экосистемы МГИМО, которая, на мой взгляд, уже существует. МГИМО в гусс с сильными предпринимательскими традициями, сильным командным духом, стремлением создавать что-то новое, в том числе в технологической сфере. Но вот эти усилия, они, на мой взгляд, недостаточно, что ли, скоординированы, хотя, может быть, не должны быть централизованы. Акселератор для нас – это способ предложить один из вариантов развития для стартапов, которые видят для себя пользу в том, чтобы посвятить, инвестировать три летних месяца, для того, чтобы выйти на какой-то новый уровень своего развития и найти новых инвесторов. Мы рады, что этот путь мы проходим не самостоятельно, что это не такая нелокальная инициатива, а инициатива с очень сильным партнером компании «Стартех», которая является профессиональным участником этого рынка. И особенностью программы является то, что это не строго внутримгемошный акселератор. На акселераторе будут компании с рынка. Это повышает его такой уровень и делает всю инициативу гораздо более рыночной. Помимо того, что у нас есть такие образовательные результаты, образовательные результаты и результаты для конкретных компаний по итогам акселератора, мы ждем, что на демо-дне произойдет такой вот момент, когда мы узнаем о интересе нового круга инвесторов, о интересе нового круга компаний, которые не попали на этот акселератор, и соберем большое количество идей от самих участников и текущих, и бывших студентов в ГИМО, а куда же двигаться дальше. В заключении своего выступления хочу сказать о текущем фокусе, о текущем отраслевом фокусе акселератора, откуда он взялся. Собственно, направление акселератора – это направление новых магистрских программ в ГИМО. У нас есть программы по финтеху, по агрорынкам, у нас открывается медицинский университет в рамках ГИМО, и каждая из этих новых программ дала название вот этой технологическому направлению в рамках акселератора. Плюс мы добавили несколько общих направлений, как тех, SaaS, электронная коммерция, что, собственно, дает возможность поучаствовать большому количеству компаний и проектных команд. Еще раз хочу поблагодарить, заранее поблагодарить за участие Александра и Майкла, которые согласились поделиться своим опытом. Для нас крайне важно, чтобы больше выпускников рассказали, что да, развитие стартапа возможно, да, развитие стартапа можно ускорить и создать вот такой более плотный круг общения на нашей программе. Большое спасибо, Евгений. Теперь давайте перейдем к следующему моменту, к аспекту, какого именно касается важности акселератора в университетах. У нас есть несколько уже работающих систем, которые есть на рынке, и я бы хотела передать слово Артуру. Артур, пожалуйста, можешь ли поподробнее рассказать о существующих уже прецедентах, как акселератор влияет на целую новинчерную экосистему и какие есть уже успешные кейсы, когда при ВУЗе акселератор помогает масштабированию студенческого проекта, помогает его развитию. Да, спасибо, Тамара. На самом деле опыт у нас есть. Мы взаимодействовали уже от компании StartTech с четырьмя ВУЗами. ГИМО как раз является четвертым ВУЗом, с которым мы взаимодействуем. Но больше всего, наверное, мое сердце пока что принадлежит ВУЗу МФТИ, в котором мы сделали очень большую работу. Уже в течение пяти лет мы развиваем технологическое предпринимательство в этом ВУЗе. Я коротко расскажу вообще, в какую ценность получают студенты, находясь в ВУЗах, где есть такие программы, и расскажу о всех успехах, которые мы смогли достичь. Если позволить, наверное, в примере МФТИ, где уже пять лет ведется такая работа. Внутри каждого ВУЗа очень важно создавать экосистему технологического предпринимательства. Помимо акселераторов, куда чаще всего попадают проекты от стадии MVP, то есть уже с готовым каким-то прототипом, где идет помощь проектам в проверке гипотез. То есть если вы начинающий предприниматель технологический, у вас есть какой-то продукт, уже готовый какой-то прототип, вы можете прийти в акселератор, где вам, собственно, дадут персонального трекера, наставника, ментора, и помогут вам за три месяца проверить гипотезу вашей ценности. То есть насколько ваш продукт, который вы придумали, вообще интересен рынку, насколько есть успехи в зарабатывании денег и так далее. Но с чем сталкивается большинство ВУЗов? С тем, что, а что делать студентам, у которых, например, только есть идея, да, у них нет еще прототипа, они только-только хотят встать на эту стезю. Для таких студентов всегда запускается ВУЗе при акселераторе. То есть это такой самый начальный этап, который может быть в работе со стартапами, когда приходят студенты со стадии идеи, и дальше уже они прорабатывают, придумывают, как сделать прототип, и уже, исходя из первых проверок гипотез, могут попасть в акселератор. А внутри нашей работы в других ВУЗах всегда вся история начиналась с акселератора. То есть мы пробовали сделать акселератор сначала, смотрели, как идут дела у студентов, у которых есть уже какой-то MVP, а дальше, если получался успешный кейс, то уже запускался при аксель, который был доступен для уже большого количества людей, которые могли прийти с вами идеями. Я уверен, что в МГИМО в будущем, возможно, будет такая система, где будет при акселератор, который будет себе генерировать большее количество студентов, у которых есть какие-то идеи, что они хотят прокачать, и дальше уже после при акселя будет доступен сам акселератор. Какие вообще ценности есть в акселераторе? В чем преимущество именно ВУЗовских акселераторов? Ну, во-первых, это бесплатно. То есть акселераторы не берут ни долю, ни процент, ни денег, ничего не берут. То есть вы как минимум ничего не потеряете, вы останетесь при своем. Какие плюсы вы можете получить? Ну, во-первых, самая главная ценность, которую я считаю, что самая важная в акселераторе, это персональный трекер. Трекер – это человек, у которого есть уже опыт запуска собственных стартапов, который будет сопровождать вас и помогать вам постирать гипотезу. Главное преимущество трекера в том, что он никогда вам напрямую не будет говорить, что правильно, что хорошо, даже если он заранее будет знать, что вы, может быть, что-то делаете не так, он позволит вам пройти этот путь, и чтобы вы самостоятельно смогли сделать вывод, правильно ли вы делаете или неправильно, и так далее. Во многих вузовских акселераторах, и в том числе в МГИМО такой будет, есть партнеры. Дело в том, что Евгений очень правильно сказал, что если вуз делает программу и концентрируется, закрывается только внутри самого вуза, очень тяжело развиваться проектом. Но если вуз открыт, и он приглашает в качестве партнеров множество компаний, которые в том числе готовы дать свою экспертизу, и самое важное, наверное, они готовы, если ваш продукт будет интересен, крупной какой-то технологической компанией, они готовы ваш продукт запилотировать внутри своей экосистемы, даже заплатить вам денег за такой пилот. Поэтому внутри МГИМО уже есть довольно большое количество партнеров, на текущий момент они представлены на сайте, но будет еще больше, не переживайте. То есть я думаю, что в этом сезоне еще несколько партнеров присоединятся, если проект будет успешен, то в следующих сезонах партнеров будет все больше и больше. Вы получите от этого экспертизу и возможность запустить пилот. Более того, поскольку программу реализует компания StartTech, у нас помимо вузовских программ есть и частные акселераторы, в том числе вот Тамара занимается дубайским акселератором, где мы помогаем российским проектам реалансироваться или запустить какой-то бизнес внутри Дубая. Как мы знаем, Дубай входит в число дружественных стран. На текущий момент это очень хорошая новость. И в этом плане акселератор также вам будет давать доступ к рынкам дружественных стран, где вы сможете также тестировать свою гипотезу. Из успешных кейсов, собственно, то, что был третий вопрос, что интересного можно рассказать, какие есть выпускники у нас, которыми мы гордимся. Ну, наверное, самые-самые классные наши выпускники, они, ну, как мы делим на две категории, наверное. Есть категория стартапа, которым мы помогли больше всего, то есть наша ценность для этих стартапов максимальная. Есть второй критерий, что наши выпускники, которым мы также помогали, возможно, не так сильно, как в первой категории, но, тем не менее, они добились больших результатов. У нас есть выпускники, которые прошли в самые топовые акселераторы в мире. Это YC и 500 стартапс. Это проект Amixer, которым мы, собственно, помогли попасть в 500 стартапс, которым мы смогли собрать инвестиции. По-моему, они под NDA, я боюсь говорить, но это сумма, ну, около, наверное, 500 тысяч долларов. Точно цифру не буду называть. Есть проект Amixer. Это вот наши самые успешные выпускники, которым мы очень большие ценности дали. Они попали в наш акселератор. Дальше мы помогли им выйти на российские компании, потом на международный рынок, дальше уже пройти в акселератор и поднять инвестиции. Есть также выпускники, которые прошли у нас в YC. Это Fistechi, это проект Adepti, которым мы тоже очень гордимся. Есть проект My Device, который сейчас покоряет рынок США. Они делают аренду девайсов по подписке. В основном их продукт – это аренда велосипедов, электровелосипедов для B2B-сегмента. Проектов, на самом деле, очень много. И, наверное, главный плюс, последнее, что хотел бы сказать – это наша комьюнити. Дело в том, что мы за то, чтобы как можно было больше нетворка, чтобы вы имели возможность пообщаться с любым проектом, с любым экспертом, ментором, который есть в нашей системе. Поэтому, попав в акселератор МГИМО, вам будет предложено выбрать любого эксперта, стартап, который вам нравится, с кем вы хотите пообщаться, познакомиться. В этом плане мы максимально будем вас поддерживать. И хотел бы небольшой вам финальный совет дать. Каким проектам мы больше всего полезны? Проектам, которые к нам обращаются, о чем-то просят. То есть, если вы внутри акселератора будете постоянно писать Тамаре или Алине, или мне, или Евгению о том, что вам нужны какие-то эксперты, что вам нужны инвестиции, вам нужен выход на какие-то компании, вы постоянно будете что-то от нас требовать, то шанс, что вы получите, все это велико. Но если вы не будете проявлять активность, будете просто молча ждать, что вам каждый день что-то будут предподносить, такого, к сожалению, не будет, или к счастью. Поэтому, если вы хотите быть успешными, пожалуйста, будьте активными, и мы в любом случае это подхватим и вам поможем. И также есть у StartTech VC фонд, который готов тоже инвестировать. Есть очень много успешных выпускников в среде выпускников МГИМО, которые также готовы будут поддержать проекты. Поэтому я думаю, это будет очень классная история, и будем рады вас видеть в программе. На этом у меня все. Спасибо. Спасибо большое, Артур. Я думаю, что это была действительно очень важная и полезная информация для наших слушателей, которые еще не знают, как изнутри выглядит акселерационная программа, и что на ней можно ожидать. Ну а теперь, как говорится, переходим от слов в дело, и я думаю, что и самое время передать слово выпускникам, которые проделали определенный путь в изучении того, что из себя представляет акселератор, делали какие-то уже шаги в развитии в венчурной сфере. Я передаю слово Александру Бериному. Александр, здравствуйте. Да, добрый вечер. Очень рад, очень рад быть в Альмаматах, да, пусть и виртуально. Я, на самом деле, подготовил презентацию коротенькую со слайдами, чтобы немножко развлечь всех своим жизненным путем, да, и развитием бизнеса. Меня зовут Беринов Александр. Я генеральный директор, сооснователь компании, которая занимается распознаванием товаров на полке. У нас международный бренд IRIN, российская компания называется Inspector Cloud. Соответственно, мы прошли очень интересный путь, который, возможно, будет полезен с тем, чтобы, может быть, какие-то ошибки не повторить, а, может быть, что-то сделать даже лучше. Мы выпускники Y-комбинатора прошлого года, выпустились в сентябре 2021 года. Одни из немногих из России, то есть там традиционно половина набора – это Америка, четверть набора – это Индия. И вот на всех остальных приходится, собственно, уже какое-то небольшое количество. И я выпускник НГИМО, да, тоже закончил НГИМО в 2009 году магистратуру факультета политологии по направлению международных отношений, да, то есть, и, в общем-то, мне эти международные отношения очень сильно помогли, и я об этом сейчас расскажу. Как? На самом деле, в принципе, путь предпринимателя, он очень интересный. И когда я выпускался, я, в общем-то, попал в кризис, мировой финансовый кризис, как раз 2008-2010 года, и почти все мои однокашники, с кем я учился, могли найти работу. Я тоже очень долго маялся, не мог найти работу. И все-таки нашел работу более-менее по специальности. Я занимался развитием международных компаний в России для корейских корпораций и для тайваньских. И таким образом, в принципе, наработал определенный скиллсет для того, чтобы было понятно, как вообще запускать бизнес, как находить клиентов, как проводить маркетинговые исследования, как вообще более-менее устроены разные бизнесы, как быстро в них вникать. Я в 13-м году, точнее, в 13-м, в 12-м году устроился на работу в стартап директором по развитию бизнеса и тут же попал на следующий кризис практически. Это уже 14-й год. И, в общем-то, у нас были уже иностранные клиенты. Мы ездили на переговоры. У нас были клиенты во Франции, в Индии, в Сингапуре, в США. И, в общем-то, я к этому приложил свою руку. Мне стало более-менее понятно, как вообще, в принципе, устроен инновационный бизнес, потому что я очень близко находился плечом к плечу с генеральным директором и вместе с ним работали. И, несмотря на то, что я был наемным сотрудником, я воспринимал это уже как собственный какой-то бизнес. Как раз появилась Колково, появилась и инновационная инфраструктура, резиденство. То есть было очень много международных выставок. Сколково, стартап Виллэдж. Очень много было интересных, на самом деле, вещей, которые происходили. Все это было в новинку. Все активно очень в этом участвовали. И, как ни странно, это давало результаты. То есть мы действительно выходили на очень интересных людей. То есть у нас были разные разные переговоры, очень разнообразный опыт. Такого опыта, работая, наверное, в найме, получить очень сложно. Потому что, когда ты работаешь на кого-то, все-таки ты более-менее спокоен, что, в принципе, 10 и 21 тебе придут деньги на карту. Так или иначе, в общем-то, тебя это не особо заботит. Как-то кто-то об этом позаботится. Главное, ты делай свою работу. Вот в стартапе на самом деле не так. В стартапе ты можешь делать хорошо свою работу, а денег на зарплату у тебя может не хватать. И это очень сильно начало менять в принципе мою психологию, когда я на самом деле понял, как это все устроено. И вместе с генеральным директором компании, куда я пришел устраиваться, мы создали новую компанию, которая, собственно, начала автоматизировать мерчендайзинг. Мы вышли на такую мысль, что в ритейле, безусловно, есть большая потребность в продуктах, которые бы сокращали время работы персонала. У нас было несколько гипотез, которые мы тестировали одновременно. То есть мы пошли по классической методологии customer development, то есть мы разговаривали с людьми, спрашивали, а что у вас в принципе на повестке, какие проблемы вы сейчас решаете. И первоначальная наша идея о том, что нужна программа для маршрутизации мерчендайзеров, которая подсказывала, в какой магазин им нужно ехать. И, в общем-то, она очень быстро разбилась. А скалы, потому что люди сказали, что уже есть такие продукты, уже нет смысла еще один продукт, сотый создавать. А вот если бы у вас была бы система, которая бы распознавала товары на полке и автоматически генерировала бы отчет в мобильном приложении, мы бы это купили. Я за это зацепился. Я за это зацепился. Я все еще работал в старой компании. Новой компании не было. Был только какое-то смутное понимание, что, похоже, мы что-то нащупали. И вот в сентябре 2016 года мы открыли компанию, где я был уже генеральным директором. И мы запустили первых трех небольших клиентов на пилотный проект. Вот с этого, в принципе, компания и началась. И 2016 год. А технологически мы вообще взялись за достаточно сложную проблему, потому что товары на полке могут выглядеть как угодно сложно. И это все равно будут товары на полке. Обычный человек, подойдя к этой полке, поймет, что это. В отличие, допустим, от распознавания товаров, не товаров там, а лиц, которые работают в айфоне там или даже где находится какой-нибудь, дверной звонок, либо распознавание номеров машин. И на тот момент времени самое распространенное решение было взять нейронную сеть, обучить ее, чтобы она как-то распознавала, а потом человек где-то перепроверял. Вот это вот лидер рынка так делал, и он с ней до сих пор так делает. Как ни странно, потому что они просто не верили, что это можно сделать автоматически. У нас не было возможности продавать продукт, где была большая доля ручного труда. И мы изначально исходили из того, что должно это все работать автоматически. И приблизительно за два года такой достаточно упорной работы мы смогли сделать продукт, который действительно работает не хуже иностранных аналогов, но при этом не использует ручной труд. и за два года мы, в принципе, вышли уже на тот путь, который привел нас к текущей ситуации. На текущий момент мы являемся одним из лидеров рынка автоматизации мерчендайзинга. Мы работаем сейчас на восьми рынках. Около 40 тысяч пользователей подключено к нашему мобильному приложению. И вот эти вот пользователи, это мерчендайзеры, торговые представители, которые работают на крупной FMCG-компании, они посылают суммарно около 50 миллионов фотографий. Важное вот в этой работе, на самом деле, в работе, в принципе, руководителям стартапа оказалось не только создать продукт, но и каким-то образом дожить до того момента, когда этот продукт будет востребован. У нас были примеры уже перед глазами компаний, которые заходили на это поле, но просто не смогли получить контракты, и просто у них заканчивались деньги, и не закрывались. И вот когда ты работаешь в стартапе, на самом деле ключевым является умение понимать, как ты можешь сделать с минимумом ресурсов максимум. Будучи фаундером, тебе нужно делать 6 дел, абсолютно разноплановых. Ты должен разбираться в бухгалтерии, ты должен разбираться в продажах, ты должен уметь выстраивать отношения с своими инвесторами, ты должен уметь выселять уверенность и заражать энергией своих сотрудников, которые всегда могут подумать, а зачем я работаю в стартапе, если я могу пойти работать в какую-то крупную компанию известную, да, иностранную, что именно их мотивирует работать в неизвестной компании, где там 6 человек всего? Почему бы не сделать карьеру в другом месте? А вот именно в этом, в принципе, исключается работа фаундера. И помимо того, что мы действительно быстро поняли, каким инвесторам нам нужно идти, кто потенциально в нас может инвестировать, у нас был всего один вариант вообще, то есть мы вот сходу нашли инвестора, который в нас инвестирует, так получилось, что это было лето, и мы встретились только осенью, потом нам сказали классическую фразу «приходите завтра», и на самом деле от нашей первой встречи до того, как мы получили первые деньги, прошло полгода. Я на самом деле, признаюсь, я близким друзьям рассказываю, я чуть уже не устроился на другую работу, потому что денег в компании не было, нужно было как-то устраивать свою жизнь, а зарплаты платить нужно все-таки деньгами, а не обещаниями. И вот как раз за несколько дней до нового, 2017 года к нам пришли деньги на счет, и в новом году мы запустились. А моя личная история заключалась в том, что на самом деле вот весь этот период, вот такая долина смерти стартапов, то есть вот стадия пресид особенно, когда нет денег, когда еще нет клиентов, а инвесторов тоже нет, а инвесторы могут появиться, когда у тебя появится клиентов, инвесторы часто спрашивают, какие у вас клиенты, а ты приходишь, у тебя только презентация, и вот какие-то разговоры с инвесторами, и ты должен всем излучать полную уверенность в том, что у тебя все окей, при этом у тебя может не быть денег. То есть я вот помню, ходил на встречи с инвесторами, они там заказывали какую-то еду в ресторанах, а я думал, а вот если я сейчас закажу что-то, они скажут, оплачивай, как я буду выкручиваться? Вот у меня были такие истории, или я помню, был мой день рождения, и в этот же день была международная конференция, которая организовывала там фонд развития интернет-инициатив в Digital October. А я пошел на конференцию, потому что у меня все равно не было денег праздное с дн рождения. Вот, и я шел и как бы грустил, а с другой стороны я понимал, что нет, если я буду грустным, то мне даже идти туда смысла нет. А зачем? В общем-то, нужно все равно идти, делать свое дело, улыбаться, и, в общем-то, это к чему-то переведет. Самое интересное, что в 2016 году я познакомился с человеком, который в 2019 году помог мне привлечь инвестиции. Вот так вот бывает все взаимосвязано. Не пошел бы, не познакомился бы, махнул бы рукой, расстроился бы, ничего бы из этого не вышло. Вообще, в принципе, за время работы компании уже с 2016 года мы привлекли более миллиона долларов инвестиций и около 45 миллионов грантовой поддержки. Разные источники финансирования вообще, в принципе, есть. Есть плюсы и минусы и в грантах, и в инвестициях. В грантах огромный плюс в том, что ты никому не отдаешь свою долю, ты выполняешь работу по гранту, отчитываешься, и все. А в инвестициях, что инвесторы с тобой на всю жизнь, пока есть твоя компания, они с тобой рядом. Это родственники, которых ты один раз выбрал, и все. То есть, как бы ваши отношения не менялись, никуда они уже от тебя не денутся. Только если ты продашь компанию или кто-то их выкупит. Это нужно учитывать, да. То есть, это все про долгосрочные взаимоотношения. И, конечно, очень важно смотреть, совпадаете ли вы по какой-то химии с людьми, потому что потом могут быть конфликты, у вас могут быть разные стадии взлета и падений, как любые человеческие отношения. Но вот если изначально вы на какой-то одной волне, то все, в принципе, будет в порядке. Дальше, на самом деле, я хотел бы рассказать вот так вот тезисно, может быть, чуть более распространенно про те какие-то банальные вещи, которые мне, на самом деле, помогли. Они широко известны в венчуре, но за каждой, в принципе, такой вот мысль есть какая-то моя личная история, классическая история про то, что не надо сильно раздавать команду. И вот сейчас, в принципе, особенно из-за того, что есть, конечно, сильное ожидание кризиса, не только в России, но и за границей, очень сильно сократилось финансирование стартапов в том числе. Все говорят, что не раздавайте команды. И классическая такая идиома – это тупицца. То есть не нужно делать команду на старте больше, чем ту команду, которую можно накормить буквально двумя пиццами. Потому что на ранней стадии главное не, чтобы, в принципе, все уходили в 6 вечера, а чтобы минимальными какими-то буквально ресурсами закрывать задачу, делать какой-то первый вариант продукта, какую-то бета-версию или MVP, бежать дальше, показывать прогресс инвесторам, поднимать следующий раунд и так далее. И очень многому придется учиться. Очень многому придется учиться на старте. То, чему, скорее всего, вы никогда, нигде не учились, и ни в одной книжке вы об этом, скорее всего, не прочитаете. Как, не знаю, формировать платежку, какие налоги нужно оплачивать, как договорятся с инвестором, по каким пунктам можно торговаться, какие пункты не имеет смысла даже упоминать. Чисто интуитивные вещи какие-то, где найти хорошего юриста для того, чтобы он подготовил вам грамотное соглашение с инвесторами. Это вообще суперважная вообще вещь, в принципе. А как выстроить отношения с клиентами? Об этом нигде, очень мало кто вам сможет эти знания передать из головы в голову. Вы можете только этому научиться, и чем быстрее вы начнете это делать, тем быстрее, в принципе, вы поймете для себя, как это устроено. А fake it until you make it. Это вообще самое важное, мне кажется, в стартапе. Хотя, конечно, есть сейчас куча примеров негативных. Там Тиранос, да, компания миллиардная, единорог, которая этим занималась на каких-то ужасно поздних стадиях. Но по факту у стартапа нет никакого другого варианта, кроме как имитировать наличие продукта для клиента, даже если этого продукта пока еще нет. Расскажу тоже про свой личный опыт. Когда мы поняли, что есть спрос на технологию распознавания товаров на полке, мы просто сделали презентацию, как будто этот продукт уже есть, и начали ее рассылать. И очень быстро получили ответ, что да, давайте, нам интересно. И мы пошли по пути как раз fake it until you make it. То есть у нас не было распознавания никакого. Мы просто говорили, что смотрите, мы... Система пока обучается распознавать ваши товары, мы будем закладывать там один рабочий день. И я сидел сам по ночам эти товары размечал. Или за выходные даже, я помню, там мне нужно было разметить две с половиной тысячи фотографий. А на каждой фотографии там 50 объектов. Я помню, две тысячи разметил, у меня все сбросилось. И мне пришлось заново эти две тысячи размечать, потому что в понедельник нужно было уже проекты сдавать. Поэтому эта стратегия, она очень важна. Она важна и для того, чтобы получить первых клиентов, и для того, чтобы получить какой-то первый чек от инвестора. То же самое и в разговоре с инвесторами. Инвесторы – это животные стадные. Они любят ходить большими группами и вкладываться туда, где уже кто-то вложился. Поэтому нужно говорить, что да, действительно, там очередь стоит. Ее просто не видно, она за угол зашла. Классический постулат вообще Y-комбинатора, который, в принципе, закладывает очень правильное понимание того, как нужно выстраивать работу в компании, в стартапе. Это делает то, что людям нужно. Потому что люди, в принципе, очень сильно подвержены галлюцинациям и фантазиям, и думают, что они знают людей и знают их потребности, просто потому что вот они тоже люди. Ключевым является, конечно, подтверждение спроса деньгами. Я бы добавил вот сюда. То есть сделайте что-то, что нужно людям и за что они готовы заплатить. Потому что многое, что люди готовы взять бесплатно, и не всегда то, что они готовы взять бесплатно, за это они готовы были бы заплатить, если им это продавали. Хотя продать бесплатно, оказывается, даже сложнее бывает, чем за деньги. Как ни странно. Очень тоже важная вещь. Когда ты работаешь в стартапе, у тебя очень много distractions. То есть ты занимаешься всем и вроде и ничем. Важно с самого начала выбрать какой-то один KPI для себя, для развития бизнеса, который даст вам понять вообще, «А как вы соотноситесь относительно вчера? А сделали ли вы больше? А что было в прошлом месяце?» И чем раньше вы начнете заниматься таким, можно сказать, самотрекерцем, тем лучше будут ваши результаты. Допустим, вы можете выбрать метрику количества пользователей, если у вас B2C. То есть вы смотрите рост месяц к месяцу, год к году. Либо у вас метрика B2B, количество клиентов. Цикл сделки, может быть, большой. Хорошо, какое количество клиентов, с которыми мы поговорили, потенциальных клиентов было в предыдущем месяце? А сколько в этом? Воронка неизбежно даст результат, если она у вас растет. А если она у вас не растет, она идет как такая труба, еще и сужается, а стадия не меняется, значит, что-то не так. Поэтому обязательно нужно это выбрать как можно раньше. Самое важное, то, что, в принципе, нам тоже говорили в Y-комбинаторе, и что я всегда поддерживаю, обязательно нужно разговаривать с клиентами или с потенциальными клиентами. Это единственный способ вообще сделать бизнес. Если по какой-то причине это вам не нравится, если вы испытываете какой-то дискомфорт, то скорее поменяйте свое к этому отношение. Клиенты, вообще самое важное, что может быть, в принципе, в любом бизнесе. Это гораздо важнее, чем инвесторы, это гораздо важнее, чем сотрудники. Клиенты – это все, это основная причина, это альфа и омега вашего бизнеса. Клиент может спасти вашу компанию, клиент может ее похоронить. Если вы очень сильно зависимый, и у вас большая доля выручки приходится на кого-то одного большого клиента, клиент может вам заплатить вперед за шесть месяцев. И если у вас компания испытывает какие-то сложности или кассовые разрывы, то вы спасете. Инвестор вас не поверит, клиент вас может поверить. Если вы решаете какую-то задачу, которая для него важна, то есть не витамин, а именно пейнкиллер, то именно клиент может сделать из вашей компании лидера. Инвесторы здесь на самом деле будут играть только вспомогательную роль. Самое важное – это клиенты. А тоже важная на самом деле идиома, которую придумали тоже ребята из Y-комбинатора, конкретно один из основателей Twitch. Наблюдаем многие стартапы, в частности, Airbnb. И я, кстати, тоже это подтверждаю, потому что я тоже это, в принципе, видел. Я тоже работал в найме в стартапе, я тоже видел, как стартап умирал. Абсолютно очевидно, что стартапы на самом деле не умирают, на самом деле они действительно совершают самоубийство. В тот момент времени, когда у команды действительно уже нету какого-то желания двигаться вперед и это развивать, все. В принципе, компания закончила, стартап закончен. Сама по себе идея может быть вполне нормальная, самое важное – просто execution. Насколько у вас есть желание, коммитмент какой-то это делать, и насколько хорошо вы это все экзекьюите. Это самое важное, что может быть. Стартапы – это не про работу с 9 до 6. Первые два года я работал, начиная с 9 и заканчивая, наверное, 8-10 вечера, плюс выходные. Один день почти полностью, там воскресенье, там пару часов тоже. Только так это работает, к сожалению или к счастью, но это единственный способ получить быстрые результаты. Потому что если ваш стартап не растет кратно, каждый год, то это просто обычный скучный бизнес, а не имеет никакого смысла в него инвестировать, и, скорее всего, вы не сможете его завести. И в этой связи действительно нужно выбирать те идеи, которые вас зажигают, те идеи, которые вам интересны, и не отвлекаться на то, что вам не важно. Вот, в принципе, все. Александр, спасибо большое. Очень было интересно вас послушать. Сейчас у нас на повестке еще один выпускник, должен рассказать свою историю, и потом у нас будет рубрика «Вопрос-ответ». И да, коллеги, если что, уже можете в чате писать вопросы, которые у вас, может, уже сформировались. Мы потом их зачитаем и все обсудим. Майкл, ты на связи? Да, всем привет, я здесь, как меня слышно. Всем привет. Спасибо большое за подключение. Очень хотим узнать твою историю по поводу проекта E-Tips. Что за рынок Аравийской Америки, через что ты прошел? Расскажи, пожалуйста, и как МГИМО, может быть, помог в каких-то моментах, может, какие-то знания ты получил во время своего обучения, которые поспособствуют тому, что ты сейчас реализовываешь этот проект? Да, на самом деле здесь все взаимосвязано. Давайте про себя немножко расскажу. Меня зовут Майкл. Я обучался в МГИМО, закончил бакалавр управления МПД Международный бизнес, деловое администрирование. Затем пошел на регистратуру УВЭД Управления внешнеэкономической деятельностью. В принципе, МГИМО, как правило, кто заканчивает какие-то такие факультеты, хотят уходить в консалтинг, но я в то время, 5 лет назад, выбрал Digital. Вот, интуитивно почувствовал, что за Digital будет будущее, и тем самым это все меня ввело в стартапы. Вот, как раз один из наших партнеров, Андрей Ващинга, он тоже учился в МГИМО. Вот, он успешно там запустил и продал свой проект «Антимаркет», который тоже был там представлен в МГИМО. И после этого как раз он был в Эмиратах первым, кто увидел, что там нет онлайн-шаевых, решил нас собрать. Вот, и тем самым вот этот путь и типсона начался. На самом деле, если говорить про вообще МГИМО, это большой комьюнити людей, у которых все больше и больше там среди них остается предпринимателей. Вот, многие уходят в стартапы, и действительно вот такой комьюнити помогает там быстрее и эффективнее бежать. Вот, если говорить про мой путь, мы проект решили запустить, я думаю, что где-то год назад. Вот, там проекты на онлайн-шаевых, он все мы здесь, потому что в России он максимально распространен, но в тот момент оказалось, что именно там таких чаевых нет. И как раз вот, что, наверное, помогло, это опыт коммуникации, там языки, которые дают МГИМО. Мы начали кастдэвить, мы там очень много общались с ресторанами дистанционно, искали различные там инструменты, как можно было по кастдэве тех же самых потенциальных покупателей, там вплоть до смешного, первых клиентов мы искали через клабхаус. Вот, там времена, которая была, да, еще запущена, такая социальная сеть, мы с ними там общались, мы с ними списывались, делали зум-звонки. Но на самом деле это был, там, не первый рынок, который мы рассматривали для выхода. Мы рассматривали Великобританию, мы рассматривали Штаты, мы рассматривали Азию, но в тот момент действительно интуитивно показалось, что Эмират – это то, зачем будущее, потому что Фунгби там развивается, растет 5% вход, в принципе, там 20 тысяч ресторанов внутри Дубая, 8 в Абудабе, и мы поняли, что это может быть такая хорошая отправная точка для того, чтобы запуститься именно там. Вот, и мы приехали туда, на самом деле, ну, для нас это такая удивительная история, мы приехали туда с идеей, просто с чемоданами, приехали открывать компанию, вот, в этот момент начали искать первых клиентов, пешком пошли, я уверен, что больше там сотни ресторанов в первый месяц, вот, поняли, каким образом кастомизировать наш продукт для того, чтобы он был именно под определенный рынок, вот, вернулись там в Москву, дальше еще там через несколько недель вернулись, начали уже там с готовым продуктом получать первых клиентов, получили первый трекшн, и уже вышли на всем известный, великолепный путь фандрейзинга. Вот, и как раз уже, ну, мы довольно быстро там закрыли первый раунд в течение одного месяца, и уже после этого начали скилить стартап, и сейчас, я думаю, что показываем довольно хорошие результаты. Как впечатления, какие, вот, когда я пришла к тебе с новостью по поводу акселератора МГИМО, какие были эмоции, вообще отношения к тому, что вот Вольво запускает акселератор, может, какие-то напутствия для будущих участников? Я считаю, что чем раньше ребята будут, ну, покружаться в предпринимательскую среду, тем будет лучше, потому что, ну, опять же, так как я там бывший студент, я понимаю, что до определенного момента ребята не знают, куда они хотят идти. И, в принципе, выходя на рынок труда, очень сложно там в возрасте 20, там, 3-4 или там 6 лет понять, что ты хочешь от жизни. Вот, и мне кажется, что такой путь, как предпринимательство, возможность запустить свой проект, возможность получить трекера, возможность сделать что-то свое, действительно, то, куда нужно направлять ребят, и чем раньше они начнут этим заниматься, тем для них это будет лучше. Тем более, я думаю, что здесь даже это может быть полезно не только для паундеров, для тех, кто, в принципе, хочет запускать свои стартапы, но, в принципе, ребята, которые во время учебы будут искать проекты, где они могут поучаствовать и применить свои силы. Потому что, действительно, ГИМО дает хорошее образование, ГИМО дает хорошие языки, очень много светлых умов, и чем раньше ребята начнут вливаться в стартап-усовку, применять себя, искать себя, проявлять, мне кажется, это будет полезнее для всех. Так что, очень крутая инициатива, я прямо этому рад. Спасибо большое. У нас остался последний вопрос, когда мы завершаем дискуссию для всех наших дорогих участников. Каким вы видите будущее предпринимателей из России? Наверное, это очень насущный вопрос. Александр, Майкл, вам слово. Что вы думаете на эту тему? Я верю в светлое будущее, на самом деле. Мне кажется, самое, что важно может быть для принимателя, его энергии, его стремление, желание изменить себя, изменить мир вокруг. И чем больше будет энергии, тем больше шансов достичь успеха. По крайней мере, я считаю, что все должно получиться, потому что у наших ребят неимоверные таланты, энергия, упорство. И это все должно победить. Так что я верю в светлое начинание, по крайней мере, то, что я сейчас вижу. Никто не расстраивается, не печалится. Наоборот, все ищут все силы, новые возможности. Это основа. Отлично настроить. Спасибо. Александр? Может, Евгений, Артур, может, у вас есть мнение на эту тему? Возможно, у нас небольшой технический сбой. Так, по вопросам, коллеги. У кого какие вопросы, можете писать в чат. Так, у нас есть вопрос уже. Так, если мы не являемся студентами ЕМО и уже завершили свое образование, но хотим подавать заявку на экспиратор, это возможно? Да, это более чем возможно. Просто там будет один пункт, где вы можете указать, что вы являетесь выпускником. Это не является обязательным критериям, что вы должны быть на текущий момент студентом университета. Так, следующий вопрос. Возможно ли создание стартапа без стартового капитала? Я думаю, более чем да, но, может, этот вопрос будет больше отрисован к нашим выпускникам. Может, как-то прокомментируйте этот вопрос. Возможно ли создание стартапа без стартового капитала? Майкл, Александр? На самом деле, да. Но, опять же, здесь в чем вообще сила стартапа? В том, что ты можешь искать ранних сотрудников, предлагаем опцион. Это то, что не может нам предложить другая компания. В принципе, у вас есть доля в компании, которую можете предложить ребятам. И за счет этого можно заинтевировать людей, работать на первых этапах у вас. И на самом деле, как раз, вы можете найти действительно союзников, которые будут готовы пройти этот сложный путь, не платя первое время высокие зарплаты. Дальше, как правило, все, кто начинает свой путь, все равно до какого-то момента... Сейчас очень много но-колд-решений, если мы говорим уже, в принципе, об этих продуктах, что MVP можно запустить без каких-либо серьезных разработок, без использования сил разработчиков. Тоже можно в эту сторону смотреть, чтобы не привлекать какой-то капитал. Ну и самый, наверное, такой простой совет всегда есть в Friends and Family. Вот если вы действительно говорите своей идеей, если вы говорите своей мечтой, то всегда можно поднять какую-то небольшую денежку у своих знакомых, которые в вас поверят. И это поможет вам отбежать уже до следующих лет. Вопрос про Близневосточный рынок. Какие индустриальные домены отрасли тек-стартапов больше всего разбиваются? Ну, если говорить Эмираты, то, что я сейчас вижу, у них хорошо развивается финтек, все, что связано с банкингом, сейчас заходит аналбанкинг, ну и, соответственно, все, что связано с фонд-индустрией. Сейчас у них растет туризм, растет сфера питания, растет недвижимость, продажа недвижимости, аренда, и, соответственно, все, что касаемо технологий. Смена очень сильно развивается, сюда приходится больше венчерных денег, и есть ощущение, что это будет один из самых перспективных регионов в ближайшие 5-10 лет. Ну и сервисы доставки в том числе как раз-таки тоже начинают заходить усердно на этот рынок. Вопрос. Так, секунду. Как вы думаете, в данный момент, где комфортнее всего зарегистрировать с компанией, если выходить на зарубежный рынок? Вопрос очень, слишком комплексный. Я думаю, в рамках данного вебинара вы точно на него нельзя ответить, просто по той причине, что у меня вот сразу несколько, очень много вопросов всплывает, потому что есть много критерий, по которым поднимается решение о регистрации компании, и это также зависит от того, зарубежный рынок какой именно. Если есть необходимость, можем отдельно на эту тему поговорить, снова уже в личных сообщениях. Я чуть позже напишу Telegram, и, может, мы с этим можем отдельно пообщаться. Так, у нас есть подним. Так, сейчас. Каких регионах интересны спорттек-стартапы? Вопросы слишком узкоспециализированы, но, возможно, кто-то из наших слушателей знает этот вопрос. Я больше всего о комьюнити. Не знаю, штаты, скорее всего, мне кажется, самый простой ответ, где я самоплатишь способное население, кто готов платить за эти услуги в подписке. Ну, если что, в чате можно будет ответить, если, может, у кого-то есть понимание по этому вопросу. У нас есть одна поднятка еще рука. Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Я просто за рулем, поэтому не могу вам написать. Спасибо за возможность задать вопрос. Я выпускница 2012 года. В общем, работала и в госсекторе, и в Минцифре. И вот сейчас как раз по поручению, скажем так, старших товарищей начинаем разрабатывать платформу по социологии. Вот Александр говорил много про то, что важны клиенты. И вот нам сказали, что там и для государственных структур, и для частных, в общем, история с маркетингом. То есть у нас уже есть, грубо говоря, заказчик. Мы понимаем, как подтянуть меры поддержки. То есть там знаем, как работать с фондом Бортника. Разные-разные все истории. Но сейчас ищем программу, которая бы помогла нам структурировать этот проект для того, чтобы мы дальше пошли по определенным станциям. Но поскольку родной институт запустил акселерационную программу, не могла не спросить, не узнать, что делаете вы. Потому что сейчас большое количество предложений. Мы сами в одном из подведов Минцифры, там и с САПом делали акселераторы экспортные. То есть разного рода программы. И в сколково масса знакомых. Но вот, как понимаете, что своя шкура, она всегда, в общем, ближе. Наш лежачий небоскреб не может, в общем, не манить. И желанием, в общем, вернуться, в том числе и в родные стены. Даже если это один соткий филиал. То есть это не настолько, скажем так, принципиально. Вот может ли помочь акселерационная программа, знаете, вот структурированию проекта, да? Вот именно для того, потому что никогда сами не запускали подобного рода бизнесы. Но понимаем, куда продать. Понимаем, какие меры поддержки подтянуть, да? А вот, ну, из серии, там, где искать разработчиков, там, как разрабатывать MVP, там, ну, грубо говоря, как разговаривать с инвесторами. Вот подобного рода истории, как бы, может помочь именно акселератор. И, воспользуясь еще, можно тоже, как выпускник, отвечу на вопрос, когда увидели новость, что университет запускает акселерационную программу. Я заканчивала ФП. Я помню свою первую практику в МИДе, когда я говорила, что я закончила, я учусь на факультете ФП. Ну, в общем, 72-й год выпуска дипломаты на меня смотрели и говорили, какой факультет? Есть МО, МЭО, ну, ладно, там, МП, в крайнем случае, МЖ, там, в самом крайнем случае. Вот, вот, когда я себя поймала на каком-то скепсисе, увидев МГИМО Агротех и МГИМО МЕД, я себя почувствовала ровно таким же, вот, ретроградом, как, вот, в общем, дипломаты горчаковской закалки. Поэтому, если честно, огромная радость, потому что знак качества нашего института, ну, честно, вселяет уверенность, что это не будет три эксперта, которые, в общем, запустили два каких-то непонятных стартапа, которые покончили жизнь самоубийством, да, как мы понимаем, из этой лекции. Поэтому искренне, вот, желаю вашей команде успехов, даже если, в общем, не получится посотрудничать. Молодцы, развивайте университет и завоевывайте новые ниши. Спасибо большое за теплые слова. По поводу будущего университета, две цифры, которые вот меня лично все время, все время удивляют. Выпускается примерно полторы тысячи человек университетом, а в МИД идет порядка 70 человек, да. То есть, как бы, бренд университета, его восприятие и, как бы, то, как мы, как сейчас готовим, как такой многопрофильный университет, как в чем-то уже технологический университет, они очень сильно, очень сильно отличаются, и нам действительно нужно показывать себя во вне, как носители вот таких технологических, предпринимательских, венчурных, там, цифровых компетенций, да, добавления, ну, к нашим классическим, классическим направлениям подготовки. Вот, так что спасибо за комментарий, тоже нам, первопроходцам, вот в этой дорожке всегда хочется, да, предъявить цитату, да, что выпускники поддерживают, это очень важно. Вот, а что касается, да, что касается вашего, вашего запроса, мне кажется, вам действительно нужно как-то определить, кто из вашей команды готов поучаствовать, в акселераторе, и фактически вы развиваете внутренний такой корпоративный, кэптивный такой стартап, да, внутренний венчур, да, и это тоже, это тоже единица участия, это тоже проект, который может пройти, пройти по акселерационной программе, но со своим запросом. Плюс акселерационная программа, вот, ну, как-то Артур не даст соврать, потому что она очень индивидуальная, да, да, там есть части, которые, которые общие для всех, которые мы считаем, что они интересны для всех участников. Но у вас, как-то, немножко обратная история, да, когда есть, как сказать, какие-то спонсоры проекта, заинтересованные... Есть заказчики, но нет инвесторов, то есть у нас есть уже наконечный продукт. Они стали разработать, приходите, мы у вас купим, то есть приблизительно вот так. Да, 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 ну вот, и тем более, это можно сделать еще с запросом, если вы какую-то дополнительную информацию дадите, через акселератор можно найти тех, кто ближе к вам, ну, либо по духу как команда, либо по компетенциям того, что вам нужно, и вы можете, как сказать, из акселератора взять себе, как заказчик, какой-то проект, если он, ну, попадает вот сейчас в наш, если у нас такая компания будет, то у вас тоже есть доступ к вот этим, так сказать, к участникам. Хорошо, я просто не остановилась на этапе приложить презентацию, потому что как раз увидела новость, что будет такой Zoom. Ну, теперь я понимаю, что, в общем, можно смело отсылать. Да, да. Все, спасибо большое. Да, спасибо большое. Так, у нас в чате больше нет вопросов. Может, кто-то хочет что-то спросить, именно озвучить свой вопрос. У нас пока есть еще несколько минут на сессию вопрос-ответ. Тогда пока... Основные вопросы, наверное, в первую очередь, хотелось задать, участники задали, да, чувствую, что для онлайна вполне очень живой интерес к проекту, к работе наших выпускников. Мне кажется, мы выпускников можем привлечь к оценке проектов, если у них будет возможность и время в этом поучаствовать, да, потому что у нас целое направление по платежным сервисам, часто поступают заявки. В принципе, опыт участия в Y-комбинейтере не проходит зря, да, и привлечь как спикеров и менторов, да, в нашу программу будет нам тоже интересно. Отдельный комментарий, что указал контакт на Телеграм, если вдруг есть какие-то, может, вопросы, которые не хотите задавать именно в личном пострасте, но, может, есть какие-то вопросы по акселератору или какой-то еще вопрос, который не совсем релевантен для вебинара, мы более чем открыты, ответим на все вопросы, может, в чем-то дать совет или, может, какой-то контакт. В целом, если подытожить, самое главное, наверное, что мы хотели показать этим вебинарам, это про то, что... Это про сообщество, это про людей. Мы уже это говорили неоднократно в других видеороликах, которые были посвящены данному акселератору, что когда вы приходите в такого рода место, вы не только себя как личностно прокачиваете или свой продукт, свою идею, вы еще становитесь частью чего-то гораздо больше, чем просто только ваш проект. Это своего рода как такая небольшая семья, где вы более чем можете рассчитывать на поддержку при условии, что вы будете озвучивать свои запросы. И при должном понимании и формулировке этих запросов будет как раз автоматически подключаться все ресурсы и инфраструктура, чтобы эти моменты решать. А чтобы уметь это правильно формулировать, у вас будет персональный трекер, который с вами пройдет вот этот путь трехмесячной программы. Я думаю, что на этом мы можем завершать. Большое-большое-большое спасибо всем, кто подключился. В первую очередь спасибо Евгению и Артуру за то, что рассказали про все нюансы акселерационной программы, все детали и также нашим выпускникам, потому что это была большая ценность послушать, по ту сторону баррикад, как это бывает и через какой путь они прошли. Тамара, большое спасибо за введение, за создание такой теплой и дружбинной атмосферы. И надеюсь, это будет одной из наших серий многих мероприятий, куда мы позовем еще наших коллег, наших выпускников, наших друзей. Спасибо всем большое. Поэтому не прощаемся, а до скорой встречи. Всем хорошего вечера. До свидания. До свидания. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...